МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Слышит ли регион предпринимателей? Делегация ЗАГС Собрания посетила Саров. Своих не бросаем. Волонтеры Аквара оказывают помощь семьям участников СВО. Наш тревожно-мудрый Чехов. Коллектив гимназии номер 2. Призер фестиваля школьных театров. Далее расскажем обо всем подробно. Саров с рабочим визитом посетила делегация Законодательного собрания Нижегородской области во главе с Игорем Наренковым и Василием Сухановым. В состав делегации вошли представители госучреждения «Кадастровая оценка». Встреча была посвящена вопросам предпринимательства имущественных и земельных отношений. Задать все интересующие вопросы и рассказать о главных проблемах смогли саровские предприниматели на встрече с депутатами Законодательного собрания региона. Беседа проходила в формате открытого микрофона. Одна из основных проблем, волнующих бизнес-сообщества закрытого города – повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей. Напомним, в прошлом году на некоторых городских объектах она увеличилась в десятки раз. «Я скажу за многих, что мы устали же бороться с ветряными медицами. Просто устали. Нам сложно на своих рабочих местах, потому что мы не занимаемся тем, чем надо. Я бы с удовольствием больше времени занимался своим делом, а не занимался, соответственно, оценкой нормовых вот этих вот разных законов, работы, соответственно, как я уже занимаюсь там последние 4 года, оценочными компаниями, подачей новых заявок, соответственно». В прошлом году решением Саровской дома на год предприниматели получили единоразовую 30-процентную скидку на налог. Сейчас же вопрос снижения резко возросших налоговых сборов снова открыт. Среди обращений была просьба выработать единый механизм действия для предпринимательского сообщества, который позволит сократить траты по кадастровой стоимости. Для ряда вопросов делегаты взяли время на то, чтобы продумать механизмы решения. «В части отдельных вопросов мы поняли, что необходимо все-таки провести некую экспертную оценку тех решений и методик, которые так или иначе влияют на нагрузку финансовую на предпринимателей. Все-таки нужно их оценить, в том числе исходя из того, что в Сарове все-таки специфика своя есть. Предпринимателей здесь не так много, и не так много не потому, что они не сильно хотят, а потому что все-таки особый режим функционирования. Зато не предполагает, видимо, какой-то прям широкой активности». Также делегация ЗАГС Собрания рассмотрела вопросы имущественных и земельных отношений. Депутаты осмотрели городские торговые центры территории ТАСЭР в периметре города. С проектом поправок в федеральный закон АЗАТО выступил депутат Саровской городской думы Петр Смирнов. Земли в закрытых городах ограничены в обороте. Их нельзя предоставить в частную собственность, но можно заключить сделки по аренде. Благодаря поправкам у саровских предпринимателей появится возможность приватизировать земельные участки, на которых расположено их недвижимое имущество. «Статью 6 закона АЗАТО скорректировать и внести туда то самое исключение, которое предполагает, что земли ограничены в обороте с заключением земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственниками которых являются физические лица, постоянно проживающие зарегистрированные АЗАТО, и юридические лица расположены из зарегистрированной территории АЗАТО. Я думаю, что у многих предпринимателей, кто владеет зданиями, и сейчас здесь активно спорил насчет кадровских строительства зданий, очень сильно касается вопроса, в том числе, собственность наземных, что это влияет на их бизнес». «Сегодня мы услышали от представителей городской думы сформулированные предложения. Думаю, следующее обсуждение будет на экспертном совете, и председатель городской думы нас сейчас проинформировал, что такая же дискуссия идет по всей системе закрытых городов группы «Росатом». Это здорово, на самом деле, если таким серьезным фронтом, серьезно с профессиональной точки зрения подготовлено подойти к этому вопросу, думаю, что изменения могут быть вполне поддержаны». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Молодежь Сарова может принять участие в городском конкурсе «Жизнь без шока». Работы принимают по трем номинациям. Рисунок в графической программе на тему «Мы за здоровый образ жизни». Видеоролик «Быть здоровым здорово». Фотоколлаж «Здоровый образ жизни. Мой выбор». Дополнительная информация по телефону 99-112. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У Почты России теперь есть исключительное право на доставку пенсии наличными. Россияне по-прежнему смогут зачислять пенсию на счет в любом банке. Соответствующая норма коснется 13% российских пенсионеров. По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хибнштейна, это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантированную и бесперебойную доставку пенсии. По планам норма заработает с 1 мая. 2235 пожаров произошло в 2022 году в жилом секторе Нижегородской области. В них погибло 145 человек. 155 пострадали. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства, эксплуатации и электрооборудования. МЧС рекомендует поставить дома пожарные извещатели. Такие датчики представители администрации и спасатели устанавливают в домах малоимущих и многодетных семей, а также в квартирах, где есть опасность возникновения пожара. Волонтеры клуба «Акбар» реализовали проект службы помощи четвероногим. На безвозмездной основе они выгуливали собак тех, кто сам по какой-то причине не мог заниматься своим питомцем. Сейчас добровольцы сосредоточились на помощи семьям участников специальной военной операции. Подробности далее. В прошлом году саровские волонтеры узнали о том, что в Семников приехали беженцы из Мариуполя. К помощи семье подключились все неравнодушные люди. Когда узнали, что у семьи еще есть две собаки-хаски, «Акбаровцы» взяли их под контроль. После многочисленных перевалочных пунктов и изматывающего переезда четвероногие были в плохом состоянии, а у молодого псавили обнаружили опухоль. Волонтеры оказали собакам медицинскую помощь, вымыли и вычистили у грумеров, собрали им корм и необходимые вещи. Была акция еще, собирали кинологам вкусняшки для собак, когда узнали, что кинологов тоже мобилизуют. Это было в день кинолога, летом, в августе. Потом, уже ближе к зиме, наверное, осенью, поступил клич, что нужно помогать семьям мобилизованных. Ходим гулять с собаками, также дрессируем. Волонтеры Акбара отвозят собак в ветклинике, проводят консультации для семей мобилизованных. Хотя проект «Служба помощи четвероногим» уже подошел к концу, добровольцы продолжают свою работу и адресно помогают горожанам по выгулу питомцев. Акбаровцы поддерживают и приюты, привозят туда еду и убирают помещения. Клуб всегда рад новым волонтерам. Даже разовая помощь – уже большое и нужное дело. Приходите, будем рады. Любую помощь, есть помощь. Даже разовая помощь. Один раз помочь уже хорошо. Я просто уже давно достаточно этим занимаюсь, но я горела этим. Давно, давно хотела чем-то таким. Я очень люблю животных сами, вот собачку нашли 6 лет назад. С этого еще и началось. Сама Анастасия Белякова стать волонтером мечтала давно, но все никак не могла найти для себя направление работы. А в 2020 году, во время ковида, когда набирали добровольцев в клуб «Акбар» для помощи с выгулом собак, Анастасия поняла, что это именно то, что нужно, и откликнулась на призыв. Волонтер очень любит животных. Дома у нее живут две собаки – кошка и рыбка. Три года этим занимаюсь. И не планирую останавливаться. Когда был конкурс, спрашивали тоже, до какой поры собирать этим заниматься. Я говорю, как здоровье позволить? До пенсии, если можно. То есть нет такого, что вот и все. Не хочу больше. Хочу и буду помогать. В дальнейших планах у клуба «Акбар» – встреча с кинологами, которые работали в зоне СВО. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Наш тревожно мудрый Чехов. Коллектив гимназии номер два стал призером фестиваля школьных театров. Творческое состязание проходило в Нижнем Новгороде. Саровчане представили на суд жюри постановку по рассказам Антона Павловича Чехова. Подробности далее. Антон Павлович Чехов актуален на все времена. Его острый и внимательный взгляд на окружающую действительность помог прорисовать ярких, точных и таких понятных нам и сейчас персонажей. Тонкая чеховская ирония направлена на те человеческие характеры и ситуации, у которых нет места и времени. В героях рассказов Антона Павловича каждый может узнать себя или своих знакомых. Поэтому участники школьного театра «Афиша» при гимназии номер два и решили поставить спектакль по произведениям писателя под названием «Наш тревожно мудрый Чехов». По школьной программе мы проходили Чехова. Нам он очень понравился, потому что через его рассказы передаются настоящие эмоции по поводу современного мира. То есть, так как он писал в прошлом, то и в наше время встречаются ситуации, как в его рассказах. Он нам приглянулся по чувствам, по эмоциям. Спектакль-коллектив включил четыре рассказа Чехова. «Моя она», «Неудача», «Дочь Альбиона», «Злой мальчик». Изначально ребята вместе с режиссером Юлией Николаевой подготовили постановку для школьного праздника. Во время выступления Завуч снял спектакль на видео, а потом отправил на отборочный этап областного конкурса репертуаров школьных театров. Для гимназистов стало большим удивлением, что их работа прошла в финал. Нас на самом деле внезапно туда позвали. Мы должны были выступать для выпускников, для всех классов. Поставили мы сценку. Многим всем понравилось. Это и хорошо. Мы репетировали раза два в неделю. Пытались прогнать проблемные моменты. Сначала мы выступали в школе. Сцена у нас довольно маленькая. Тем более мы выступали перед своими друзьями, перед знакомыми. Это было не особо волнительно. А когда мы приехали в Нижний Новгород, первый раз в такой большой город, мы увидели сцену, она больше раз в пять. Там другие кулисы, другие атрибуты. На очный этап областного конкурса школьных театров саровчане поехали в Нижний Новгород. Выступления конкурсантов оценивали специалисты театральной сферы. Конкуренция на сцене была серьезной. Постановку гимназистов члены жюри оценили на высокий бал. И наш тревожно-мудрый Чехов занял второе место на финале конкурса. Это новый опыт. И ты получаешь новые навыки общения с людьми. С многими людьми я просто познакомился, узнал о них и так далее. И нельзя забывать то, что я вообще впервые познакомился с определенными произведениями Чехова. Я был учительным чисто писанием. Достаточно интересная роль. Мне понравилась, особенно на момент, когда ел бутерброды. Но тяжело было влиться в роль, которая не соответствует твоему характеру в жизни. И я считаю, что у меня это получилось. С режиссером, как работали, он хорошо все, прекрасно объясняет, как говорить, где интонацию, объясняет про персонажа, то, что вот он грустит, ему хочется с кем-то поболтать. И я прекрасно понимаю из ее слов, что надо делать. Такой значимый конкурсный опыт у школьного театра второй гимназии – первый. Победа вдохновила на новые свершения. В планах у коллектива – новые постановки и выступления. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 5 марта там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий, липовый или кремовый, донниковый с нотками ванилия. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда спасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 1 по 5 марта с 10 до 18.00. И только в эти дни выгодная акция. Цветочный мед 3 килограмма всего за 1 тысячу рублей. Цветочно-липовый 3 килограмма за 1200. Гречишный 3 килограмма за 1500 рублей. И липовый мед 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс 7 927 064 13 90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА